всем привет меня зовут гульнас и в сегодняшнем видео мы не будем ничего шить мы поговорим об инструментах еще не было такого видео мы поговорим о том что нужно а без чего можно обойтись что стоит купить а чего лучше стоит избегать итак первый инструмент и возможно один из самых главных это портновские ножницы я их держу обязательно в чехле хорошие портновские ножницы которые отлично режет ткань любой толщины это наверное четверть успеха они могут быть разными с металлической ручкой либо с пластиковой технические разницы в результате от этого нет особенности портновских ножниц помимо отличительно длинных лезвий является также необычная ручка одно отверстие больше чем второе для того чтобы вы могли завести туда несколько пальцев а большой палец проходил через второе отверстие для чего это нужно когда вы кроите ткань а то и в несколько слоев а то и толстую ткань вам необходимо прилагать особые усилия двумя пальцами эти усилия прилагать достаточно сложно а всей рукой всей кистью намного легче самое главное чтобы лезвие прорезали четко и ровно по всей длине не затягивали нитки и ткань иногда бывает что вы кроите к примеру шелк и ножницы из-за того что их лезвия неровные могут затянуть нитки на ткани и из-за этого появляются затяжки даже от ножниц еще один момент они должны ровно и четко прорезать вдоль всей длины лезвий и очень важно в кончиках для этого прорежьте любую ткань и посмотрите до конца ли ножницы разрезают это очень важно потому что часто есть необходимость в прорезании маленьких уголков маленьких коротких линий если вы приобрели бортновские ножницы то теперь вам нужно относиться к ним очень бережно и аккуратно ни в коем случае нельзя ими резать бумагу пластик и другие предметы которые не являются тканью потому что это очень быстро испортит лезвие ваших ножниц их нельзя ронять их нельзя громко ложить на стол любые удары противопоказаны и желательно для ножниц иметь чехол который будет защищать ваши портновские ножницы от повреждений цена портновских ножниц от 300 и до бесконечности на самом деле за 300 рублей сложно найти хорошие портновские ножницы это будет нечто вроде имитации но тем не менее если ваши ножницы краят режут качественно и хорошо то не отказывайтесь от них они будут отличным помощником для вас таким образом запомним на всю жизнь что для резки бумаги кальки лекал и прочего мы используем канцелярские ножницы ни в коем случае не портновские следующий инструмент который относится также к категории режущих это ножницы для обрезки нитей их часто называют кусачками их удобство в том что они очень легкие их очень легко держать в руке и в необходимый момент вы можете просто взять и подрезать нить вместо того чтобы каждый раз поднимать большие тяжелые ножницы а затем снова их ложить на стол это намного проще удобнее и быстрее это мой второй любимый и важный инструмент после портновских ножниц потому что везде где я не использую портновские ножницы я использую кусачки ножницы для обрезки нитей ими удобно распарывать стежки которые не получились ими удобно прорезать петли если вы шьете рубашку делать небольшие надрезы на очень тонких тканях потому что для толстых тканей лучше это не используют и мой главный помощник номер два стоит около 50-60 рублей еще один инструмент удобный для распарывания а также для разрезания петель для пуговиц к примеру на рубашке это классический распарыватель он своем основании в закругленном месте имеет лезвие которые прорезают эти нити вы просто заводите длинным концом под стежок к примеру под нитку подтягиваете и стежок распускается то есть прорезается аналогично для разрезания петель вы просто заводите длинный кончик в ткань и разрезаете петлю до необходимого уровня очень удобная вещь но тем не менее для таких целей я пользуюсь кусачками цена такого распарывателя около 30 рублей следующий инструмент тоже очень очень важный это портновский мел я держу его в отдельной коробочке чтобы он не испачкался вокруг почему именно портновский как правило портновский мелок выглядит вот таким образом он прямоугольный с тонкими ребрами он отличается тем что наносится очень легко без особых усилий и может провести любую тонкую линию на любой ткани а все потому что он очень мягкий и легко оставляет следы к примеру если вы пользуетесь маленьким кусочком мыла для того чтобы начертить линии то это мыло оставляет следы не на всех тканях или если и оставляет то не всегда хорошо этот мел линии всегда рисует отлично и если у вас есть аллергии на мел то возможно от этого мелка у вас не будет аллергии попробуйте цена 5-6 рублей да этот мел оставляет следы хорошо на цветных тканях но что делать если ткань белая если у вас зрение хорошее разумеется вы увидите и белый мелок на белой ткани но если все-таки хочется контрастных линий то что делать ни в коем случае не использовать цветных мелков потому что они оставят следы на вашей ткани и будет очень сложно отстирать бывает что они остаются навсегда и даже не отстирываются поэтому цветные мелкие розовые красные зеленые желтые очень опасно будьте осторожны одно из решений фломастеры либо ручки для тканей они очень похожи на обычные простые фломастеры и ручки я пользуюсь вот такой черной ручкой которые оставляет линии практически так же как и обычная ручка эта ручка исчезает от малейшей температуры утюга то есть то есть если вы проведете по ткани по этой линии теплым утюгом то этого будет достаточно для того чтобы линия ручки сошла но прежде чем рисовать линии этой ручкой проверьте на краешке ткани насколько хорошо и легко она уходит потому что с некоторыми тканями такое может не пройти то же самое с фломастерами чаще всего фломастеры либо сам исчезает спустя день-два либо удаляется водой то есть вам достаточно просто намочить участок ткани и линия исчезнет аналогично пробуем сначала на краешке ткани и следующий в списке топ 10 самых важных инструментов это мерная лента либо сантиметровая лента кто как называет и так правило относительно мерной ленты если вы с снимаете мерки с фигуры этой ленты то строить выкройки базовой конструкции вы должны пользуясь этой же мерной лентой а все потому что измерения на мерной ленте могут немного отличаться от измерения на вашей линейке поэтому если вы построите базовые конструкции выкройки руководствуясь измерениями с вашей линейки то этой выкройка возможно будет не совсем точной поэтому чем снимали тем и строим цена простой мерной ленты около 10-20 рублей следующий помощник это игольница если она наручная то есть вы можете надеть ее на руку то она становится практически вашим ассистентом в процессе шитья работаете ли вы за машинкой делаете ли примерку или просто обрабатываете детали на всем протяжении шейного пути игольница будет всегда с вами если она на резинке либо на липучке и фиксируется на запястье то это просто отлично самое главное чтобы у игольницы было плотное жесткое донышко которая будет защищать ваши руки от иглоукалывания одной из альтернатив такой наручной игольницы является игольница магнит удобство ее в том что все иголки точно попадают на магнит и не разбрасываются по комнате но мне удобнее работать с игольницы которые на руке наручную игольницу можно приобрести либо сшить самостоятельно это очень просто а игольница магнит стоит около 150 рублей ну и линейка вам тоже понадобится на самом деле практически любая чем длиннее тем удобнее будет для вас отлично подойдет вот такой портновский уголок бывает такое лекало портновский уголок с различными капельками для того чтобы нарисовать округлые места на выкройке но на самом деле я советую делать это от руки не пользоваться какими-то капельками фигурными лекалами если вы будете делать это вручную на глаз то у вас быстрее разовьется чувство линий вы начнете видеть линии понимать их и интуитивно рисовать правильно поэтому просто смотрите к примеру как нарисовано в учебниках и постарайтесь повторить такую же плавно округлые линии главное правило конструирования ваши линии должны быть ровными плавными и органичными то есть если вам кажется что бедра слишком угловатые то вам просто необходимо изгладить эту линию округлить ее ну и последним в топ десятки самых главных инструментов и помощников шитье будет учебник намного легче и эффективнее учиться уже по готовым материалам вместо того чтобы бродить по интернету и искать по крупицам какую-то информацию если дело касается снятия мерок и построения базовых конструкций выкройк то можно учиться по моему пособию по конструированию женской одежды она очень простое рассчитана специально для новичков и даже если вы никогда не составляли выкройки то у вас получится с первого раза потому что я описываю все мелкие этапы каждую линию каждую точку и для каждого этапа есть своя иллюстрация поэтому запутаться не получится для того чтобы заказать это пособие напишите мне на почту happy nassobachka gmail.com если у вас есть какие-то другие любимые инструменты о которых я не говорила в этом видео пожалуйста напишите о них в комментариях возможно они будут полезны кому-то и мне с вами была гульнас я желаю вам хорошего успешного дня до встречи пока